итак друзья всем привет с вами снова георгий канал Deadline.ru и сегодня мы с вами начнем летсплей прохождение по игрушке под названием sticks master теней это первая часть уже в делоге получается sticks игруха относительно давнишней вышла по-моему несколько лет назад и приобрел совсем недавно в стиме вместе со второй частью вторую часть еще вообще не смотрел первая же часть мне в целом понравилась я прошел несколько уровней и вообще в целом игрушки жанра стелс action мне нравится и это хороший представитель жанра несмотря на свою относительную древность я думаю поиграть будет интересно играть будем исключительно на просто на прохождение сюжета то есть особо не будем стараться искать какие-то секреты на среднем уровне сложности будем играть но поскольку стать игрушка старенькая я могу и позволить себе запустить на максимальных настройках графики она не очень скажем так блещет графоном даже для своего времени тем не менее именно сама осталась механика мне понравилось всех героев я постараюсь озвучивать поскольку озвучка здесь к сожалению только англоязычная субтитры есть но постараюсь для вас соответственно озвучить если будут возражения пишите в коментах под первой частью соответственно все следующей части мы с вами будем переснимать тогда по-другому давайте друзья потихонечку будем приступать пройдем первую если вам понравится то соответственно примемся и за вторую часть этой идеологии погнали так первая глава называется воспоминания естественно ролики которые пререндерены я буду пропускать с тех пор как я сижу в утробе атриума я вижу это и днем и ночью даже во сне каждый день я говорю себе эй ракаш сердце дерева вон там почти рукой подать и клянусь жизнью ты найдешь способ его украсть потому что без него из башни ты не уйдешь сердце дерева да о как болит голова что где я черт в голове наковальня сердце дерева а что я сделал с кинжалом это друзья все говорит наш протеже без кинжала я как голый нужно поскорее его найти это все были мысли нашего протеже поскольку вступительные ролики я пропустил давайте немножко введу вас курс дела играем с вами вот за такое вот интересное существо по сути это гоблин а насколько я понял из вступительных роликов он искусственно созданное существо то есть пока еще неизвестно кем неизвестно для чего он здесь в общем-то появился также есть интересный момент данный товарищ создан из этой жидкости так называемого янтаря который соответственно производится из древа мира или дерева мира который вон там находится мы с вами на него еще посмотрим дерево мира относятся к расе эльфов эльфы здесь присутствуют именно как добытчики янтаря из древа мира и соответственно эльфы же являются поставщиками этого янтаря люди которые с ними заключили достаточно хрупкий но все-таки альянс наш герой он себя называет ракош но вообще-то стикс его цель по сути это забрать сердце древа жизни который собственно говоря является источником жизни но в то же время источником несчастье как я понял особенно когда она попадает не в те руки и естественно по сюжету люди пользуются этим янтарем далеко не в самых благих целях а как наркотик или что-то подобное в целях контрабанда и так далее он хочет в том числе забрать поэтому древа жизни а также для того чтобы избавиться от постоянной головной боли которые судя по всему у него есть из-за связи с этим янтарем и кроме того он потихонечку начинает терять свою личность то есть мысли в его голове его собственные потихоньку начинают замещаться мыслями других людей других существ которых он слышит из-за опять же связи с янтарем и получается что помимо физической боли он еще и теряется сам себя чтобы от этого всего избавиться он хочет забрать древо жизни и забрать сердце древа мира точнее и соответственно что-то с ним потом уже сделать а вот что это хороший вопрос потому что я пока еще дальше там нескольких уровней не прошел видел какой кинжал нашел дункан интересно откуда он взялся здесь таких нет успокойся вечером разыграем его в кости а пока что не тяни к нему лапы ладно ладно подожду до ночи это у нас с вами охранники тут разговаривают причем говорят они о каком-то кинжале а нам как раз этот кинжал и нужно достать наверное они говорят про мой кинжал значит он где-то здесь собственно мы же с вами без оружия как увидели мы очнулись в тюрьме да поэтому кинжальчик нам с вами нужно найти кроме всего прочего вот это кстати все корни которые вы видите это как раз корни древа мира того самого кстати интересный момент во вступительных роликах которые я промотал опять же да в них показано было что нашего героя уже поймали и он находится на допросе в тюрьме у людей поэтому все что мы сейчас с вами проходим по сути это его повествование о том как она была то есть мы проходим сейчас прошлое нашего героя так флакончик жизни отлично один флакончик со здоровьем восстанавливает половину этого самого здоровья поползли друзья потихоньку на самом деле наш герой это вор по сути да это вор это разбойник по большому счету такой беспринципный тем не менее к нему вполне можно проникнуть симпатии я так думаю посмотрим как она пойдет дальше пока его намерения и скажем так способы достижения цели мне не очень импонирует тем не менее почему нет посмотрим может быть вместе со своей личной выгодой он сможет помочь кому-то еще лучше никому не показываться на глаза пока не найду кинжал давайте обсудим кстати стелс механику здесь она мне в целом достаточно сильно понравилась она неплохо реализована что имеем имеем возможность находиться на свету вот как сейчас или в тени вот как сейчас в тени у нас начинают на теле нашего протеже гореть вот такие янтарные прожилки кроме того вокруг всегда наверняка находится большое количество мелких предметов вроде вот метелок всяких маленьких ведрышек и тому подобного их если вы случайно заденете они сразу резко полетят в сторону и все кто спали они проснутся как вот дрыхнет товарищ на посту да все они проснутся и на вас налетят если товарищ спит и вы ничего не задеваете то мимо него можно спокойно прокрасить если враг не спит то звук от падающего предмета он услышит и скорее всего к вам подойдет ползем пока что дальше следующая механика это гашение источников света далеко не все источники света здесь можно погасить к сожалению но некоторые можно в частности вот такие факелы гасим всегда держись тени ступай там где шаги производит меньше шума не бегай и не шуми смягчу то что здесь написано смотрите друзья то есть пока мы с находимся в темноте враги в целом под слеповатые нас особо не видят я думаю что на максимальной сложности уже бы видели но в целом вот как то так с врагами есть небольшие проблемы в этой игре чистотехнического плана за счет того что не очень хорошо они реализованы они ходят не всегда как люди то есть надо бывает знаете что идет 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 потом раз так резко свернул вправо резко свернул назад под углом еще как-нибудь из-за того что они периодически крутятся прямо на месте бывает очень сложно не попасть им на глаза потому что ждешь что он будет идти прямо он вдруг резко разворачивается это чисто техническая проще технический просчет техническая проблема в этой игре мы с ней столкнемся но в принципе великий лод сейф никто не отменял постараемся кашпатиться им по минимуму кроме того есть еще один интересный момент то есть допустим у них сектор зрения на самом деле не всегда мне понятен то есть например у нас вам здесь факел да мы стоим прямо рядом сейчас с факелом по большому счету то товарищ нас уже бы должен заметить по идее но он нас не видит тем не менее кроме того важный момент когда мы с вами гасим факел мы производим небольшое количество шума если противник находится относительно рядом то он его скорее всего услышит ползем пока дальше вот она дерево мира а такое огромное что кажется будет она совсем рядом но эта иллюзия на самом деле идти еще далеко говорят что единственная дорога к сердцу дерева ведет через мост вход на него губернатор баримен закрыл на замок который нельзя взломать а ключ от замка он хранит своих покоях и как будто этого мало так тут еще полно эльфов мне нужно спуститься в тюрьму и освободить своего друга он знает как разобраться с эльфами мне понадобится какое-нибудь убежище а также карта атриума иначе мне в башне не выжить ну ладно хватит стоять без дела нужно вернуть свой кинжал и приниматься за работу вот так друзья вот так выглядит это древо мира огромное как это назвать оно живое не живое я даже не знаю на самом деле древо мира или древо жизни вы на самом деле по разному называют она его обычно связывают именно с разой эльфов во всем что придумано касаемо эльфов то есть у них есть вот некое древо который дает всему жизнь они в это верят они это древо охраняют целиком и вот соответственно тот янтарь который из него проистекает да он вроде как дает жизнь но в то же время и дает много всяких неприятностей вроде мутации там генетические этот они и тому подобного вот собственно туда нам и надо но кстати да она настолько здоровая что действительно кажется вроде относительно недалеко хотя на самом-то деле попробуй доберись ну да ладно ползем пока дальше нам с вами нужно кинжал вернуть небольшие размеры позволяют нам прятаться под мебелью например под столом или под скамейкой однако если враги увидят как вы прячетесь они начнут вас ловить и на самом деле будут вытаскивать нас из-под этих укрытий я не могу сказать что здесь прямо так уж легко на самом деле пробираться мимо противников потому что опять же не всегда понятно где они тебя могут увидеть где нет ну ничего мы с вами большинство проблем будем решать не прошмыгиванием прямо у них под носом а физическим уничтожением так проще а вот он мой кинжал красавец мой это думал что потерял тебя тут есть карты местности они могут пригодиться когда я буду искать дорогу к дереву так вот я кстати задел стул и противники сразу как видите взбодрились обычная дверь не остановит такого вора как вы чтобы открыть дверь используйте кнопку взаимодействия удерживать ее чтобы взломать замок на это потребуется некоторое время кстати довольно прилично кроме того можно заглядывать в замочные скважины так но противник там сейчас успокоится инфраструктура не пролезет так поехали кинжальчик достали теперь с этим кинжалом я надеюсь мы с вами не расстанемся он нам еще не раз пригодится так не падать ну действительно достаточно красиво конечно хотя выглядит я бы сказал жутковато ползем к заводу первое правило убийцы всегда наноси удар сзади особенно если от вдвое больше тебя и не забывай прыгать нужно на ковер так меньше шума тут мысль о том что вот на эти ковры которые внизу на них если вы попадете при падении вниз то соответственно шума не будет не то чтобы значительно меньше а его вообще практически не будет потому что даже в непосредственной близости от врага скорее всего он вас не услышит если вы находитесь именно за спиной если промахнетесь ну естественно услышит логично хорошо избавьтесь от библиотекаря чтобы освободить себе путь нажмите и удерживайте кнопку убийства это частично заглушит вопли жертвы вот так что извини товарищ я не могу уйти пока тут валяется этот мертвяк где бы его спрятать это обучалка нас с вами учит прятать трупы каждый шкаф и каждое каждый ящик который мы с вами сможем найти вмещает ровно одного товарищ то есть либо вас либо вашего клона но об этом позже либо один труп соответственно даже не смотря то что на самом деле вроде как больше места и туда влезет спокойно еще пятеро таких же но нет строго по одному в одну в один контейнер если стражники атакуют вас в рукопашную клониться от боя нельзя вовремя отражаете удары а затем выбрав момент когда противник потеряет равновесие убейте его все делается на кнопку атаки погнали друзья вариантов у нас с вами не особо только сражение иди сюда проклятие придется драться нужно точно выбирать моменты для контратак вот так поползли дальше товарищ в открытое сражение опять же здесь можно вступать никто не запрещает совершенно не обязательно бежать или использовать ло от сейф опять же сломя голову если вдруг вы нарвались на врагов но зависит конечно от набора этих противников то есть если возможность их вообще победить ладно идем дальше варит наш товарищ ползем действительно дальше давать немножечко выпьем здоровье и цапнем еще один флакончик больше но нас с вами есть песок немного слюны этим можно потушить этот факел суть такая периодически можно найти вот такие вот горстки песка наш товарищ сможет носить с собой пять горсточек песка пять комочков и он позволит тушить факел издали кидает он довольно далеко прям реально далеко и очень метко никогда не промахивается и это бывает полезно когда вот например вот такая ситуация когда охрана рядом и тушить факел просто скорее всего не получится потому что нас сами заметят вместо этого можно сдушить его следующим образом и таким образом оказаться в темноте тег опять же только единственно что не забывайте что эти вот штуковины с песком они бесконечные то есть вы можете постоянно пополнять свой боезапас комочков песка если уж он совсем рядом с вами почему бы в общем то это и не сделать так сползем пока ползем ползем потихонечку что мне здесь понравилось помимо всего прочего здесь довольно таки хорошо развит момент решение какой-то проблемной ситуации разными способами то есть если у вас чуть не попал сейчас то есть если у вас возникает какая-то нештатная ситуация то решить ее скорее всего можно будет по разным несколькими путями с убийствами или без ну и так далее так отлично проскользнули черт опять стража спрячусь за бочкой и все будет хорошо тут подается мысль о том что если вы так товарищ от не то съел что если вы прижметесь именно с помощью правой кнопки мышки к укрытию то скорее все у вас не заметят даже вот при таком вот близком контакте но будьте осторожны это на самом деле не всегда хорошо работает так вот здесь здесь на самом деле очень странно когда первый раз проходил я прям вот это к вопросу о том как здесь реализован сектор обзора у врагов вот смотрите мы сейчас с вами прошли практически прям вот ну под носом туда на вот товарищ если бы я сейчас не прижался к стене он бы нас увидел но он смотрит прямо на нас тем не менее он нас сейчас с вами не видит почему-то ну как-то вот так здесь это реализовано немножко кривовато но ничего так тихо зараза ладно ладно давайте чё бы и не подраться на самом деле да ёлки ты пал молодец замечают враги достаточно быстро придется ну довольно таки редко на самом деле ввязываться в прямые конфронтации потому что это обычно хорошим ничем не заканчивается можно конечно пройти в целом без особых проблем успел на этот раз вот можно в целом пройти на самом деле без особых проблем даже вот этих троих врагов но это не очень удобно потому что они постоянно кидаются какой-то какими-то стрелами дротиками и это дополнительно уменьшает здоровье но кроме того естественно будет постоянно периодически промахиваться с парированием погнали очки навыков позволяют приобретать новые навыки находясь в убежище чтобы получить очки выполняйте задания также дополнительные задачи и получаете доступ к знакам они же медальки они же достижения они же ачивки открыть меню навыков можно в любое время но опять же учить мы с вами сможем только внутри нашего убежища туда мы будем попадать после каждой миссии да естественно друзья поскольку игруха довольно старая да и в целом жанр не тот здесь нет никакого открытого мира то есть просто мы с вами идем просто по сюжету моя голова проклятая боль нужно добыть янтаря да это приведет меня в чувства вот наш товарищ к сожалению постоянно мучается от физической боли с этим ничего не поделаешь так присели и поползли тут у нас стража мне бы хотелось повнимательнее рассмотреть коконы они потрясающие переговариваются стража и поэтому мой дорогой коллега я готов отдать полное издание энциклопедии грибов за право вскрыть один из них понимаю но сдается мне резать эмбриону своих союзников по политической борьбе это не дело это не про эльфов говорят судя по всему насколько я понимаю в этих окнах как раз таки эльфы все-таки они люди так покасим все посмотрим нет ли тут кого вроде никого нет все хорошо скрываем и ползем дальше пока что по сути мы сам в самом начале до бежим из тюрьмы с нашим кинжал попутно янтарь нужно принять чуть-чуть а то голова взорвется попутно нас естественно обучают всем механикам так получили заряд янтарь собственно говоря янтарь это возможность использовать суперспособности которые у нас с вами есть а первый из них это создание клонов клона можно создать и можно управлять они могут пролезать там где не можем мы в частности вот в такие вот маленькие отверстия в полу но у пола если быть точным если чтобы определить можно его иметь вообще смысл создавать клона и пробовать пройти им подойдите к такому отверстию если будет написано что пролезть может только клон вот как сейчас тогда да имеет смысл создать его и попробовать что-то сделать жетончик эти жетончики это местные секретки их довольно много на каждом уровне я честно говоря пока еще не на одном так и не смог найти сразу все суть такая клонов можно создавать не только для того чтобы куда-то пролезать чтобы они открывали какие-то места в которые по-другому не попадешь но еще они также могут отвлекать врагов естественно создавать шум в противоположной той стороне через некоторое время клон умирает либо вы сами кстати можете его также уничтожить но выбора нет мне понадобится помощь клоны созданные вами могут взаимодействовать с большинством элементов среды в частности они могут пролезать под воротами поворачивать рычаги открывать двери прятаться делать многое другое однако они не могут подбирать предметы и не могут взламывать замки привет ракош мне нужно твоя жалкая тельца проклятие я ненавижу это делать проползли опачки скорее беги в ворота тени разрешак уф если хочешь что-то сделать укради чье-нибудь тело это говорит наш протеже опять же дальше у нас с вами ситуация надо пробраться мимо вон того охранника тут у меня вопрос увидит ли он нас давайте клона заберем так увидит ли он нас я бы конечно хотел его обойти надеюсь что не увидит да не увидел это хорошо хотя в целом по логике вещей должен был увидеть но тем не менее не увидел это замечательно переползем его по потолку я надеюсь что получится хотя нам с вами все равно дальше надо как-то мимо него пройти так как бы нам его отвлечь так чтобы получилось его грохнуть потому уж сражаться мне с ним не очень хочется а что если просто потушить а обернулся но это зря методика сработала прошлый раз когда я здесь проходил я его проходил по-другому это место ну в прямом бою скажем так а есть такой момент трупы в принципе можно не прятать и оставлять их в темных углах но противник увидит его даже в темноте примерно вот с такого расстояния примерно вот с такого расстояния противники его по-любому увидит на среднем уровне сложности поэтому лучше конечно трупы прятать либо вырезать всех в локации что в принципе я в большинстве случаев и делаю и еще есть один на неприятная тонкость если вы уничтожаете противника даже бесшумно то после уничтожения труп как бы падает на землю в том месте где вы стоите и падением производит небольшой шум поэтому на самом деле уничтожение врага даже бесшумно к сожалению бесшумным не является полноценно тут ничего не поделаешь такова уж реализация местная так гентарное зрение твою мать вот это размах похоже путь придется искать с помощью гентарного зрения говорит наш товарищ это не я вот оно гентарное зрение поначалу оно довольно бесполезное работает очень мало что очень сильно бесит но потом мы с вами его прокачаем я думаю все будет хорошо давайте по-быстрому потушим кучку кучку фонарей чтобы было проще так ползем 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 стыбзем кое-чего и идем прямо к нашей цели прятаться мы кстати с вами можем в таких вот штуках я даже не представлял что он сюда может поместиться на самом деле может нырь ну и как-то вот так это прикольно а тут у нас с вами очередной охранник отлынивающий от своей работы можно его грохнуть но можно подзабить главное быстро взломать дверь потому что он ходит другой охранник я не уверен что мы успеем главное чтоб у нас не просек как там есть вообще кто-нибудь нет отлично все-таки есть да двое давайте немножко понаблюдаем я честно говоря не помню уже этот уровень да и в целом будем считать что я уже ничего не помню давайте посмотрим как будет вести себя тот товарищ впереди они оба нам с вами не опасны но потому что они без оружия но тем не менее подойти сбоку противнику можно сбоку они вас не заметят ну по крайней мере в течение какого-то времени и сюда это к вопросу о том что не обязательно на самом деле не обязательно на самом деле делать все бесшумно то есть сюда сбегается не вся локация как вы уже поняли а только несколько ближайших стражников так уж получилось то есть сбоку к противнику можно подойти но делайте это быстро потому что все-таки в итоге он вас заметит вот те допустим вообще ничего не услышали как вы наблюдаете а нам с вами вот туда наверх давайте не будем тянуть не буду я здесь вырезать всю локацию как это делал в прошлый раз просто побежим по месту назначения погнали черт решетка я застрял не может быть должен быть какой-то способ это у нас сами действительно закрытая решетка никуда не пройдешь ну да падать мы с вами можем кстати с довольно большой высоты но все таки далеко не отовсюду поэтому если есть возможность лучше за что-нибудь уцепиться хорошо на самом деле тут есть за что уцепиться мне просто было лень все это дело искать вот в янтарном зрении все хорошо видно эй стикс сюда что это здесь кто то есть ну какой-то товарищ за решеткой это воскан я открою тебе проход скорее внутрь а воскан моя голова да это имя мне знакомо оскан да ему можно доверять кроме того выбора у тебя все равно нет одном с вами тут открыли потайную дверку опять же наш протеже страдает опять же от связи с янтарем он его и усиливает но и убивает соответственно одновременно и он постоянно забывает где он находится по сути постоянной потери памяти получается да естественно забывает всех с кем когда-то знакомился поэтому и оскана он по большому счету не помнит наконец-то стикс сто лет тебя жду уже подумал что барри мэн со своими подручными тебя прикончили случилась небольшая заминка по крайней мере я так думаю башка трещит так будто по ней телега проехала но с этим разберемся потом ты что тут делаешь жду тебя чтобы сказать что я нашел убежище как ты и просил просил да конечно я тебя просил чертова голова наверное поэтому я не помню даже что делал вчера как видите он теряет память постоянно отлично тогда я иду в убежище расскажешь как туда добраться все что тебе нужно это следовать за метками которые я оставил сам увидишь это мой личный метод если увидишь метку значит где-то рядом убежище кстати одно находится недалеко отсюда а в нем список остальных я часто храню там полезные вещи сам увидишь спасибо я пошел стой стой тебе нужно забрать ломик из другого убежища а да я же тебе не сказал это убежище в канализации но ты же знаешь чем сильнее запах того самого тем спокойнее место тебе там понравится подумать только ты ведь начинал мне нравится извини что разочаровал но при такой внешности как у тебя лучше не рисковать дай королевские апартаменты и все равно заняты в общем иди возьми ломик и открой вход в канализацию увидимся в убежище вот такой разговор нас с вами произошел с осконом кража такой вор как вы легко может обчищать карманы врагов внимательно посмотрите на стражников иногда у них на поясе висят полезные предметы подгородитесь к такому стражнику и нажмите кнопку взаимодействия если она доступна чтобы обокрасть его тут у нас с вами обучалка то есть у оскона тоже можно что-нибудь стырить в данном случае флакончик со здоровьем но мы с вами не будем этого делать это же наш друг судя по всему нефиг тут он вообще-то помогает хоть мы его и не помним так что не будем я легко майду могу найти эти отметки с помощью янтарного зрения говорит стикс вот если включить янтарное зрение то вот такие вот огонечки куда он указывает туда общем то и нужно идти там находится убежище данном случае метка совпадает с нашей целью поэтому мы не промахнемся так а это кто валяй отсюда старик о береги стикс я столько для тебя сделал так что лучше прикуси язык что что ты для меня сделал я дал тебе планы которые приведут к реликвием атриума из-за этого у меня на лице теперь этот янтарный шрам кроме того далеко уходить не стоит реликвием атриума ты что шутишь тикс да к реликвием последнему что осталось от великих лордов да да конечно я припоминаю но удачи я достаточно заплатил за все той да и за твое интриганство тоже суть такая этот товарищ тоже когда-то видимо нам помог что-то для нас сделал теперь пострадал тоже от янтаря ну а наш протеже опять же стикс этого нифига не помнит ну к сожалению тоже из-за вот потока такой потери памяти из-за янтаря реликвии вы страстный коллекционер поэтому вам будет очень приятно собирать спрятанные реликвии и приносить их в убежище в каждом задании одна реликвия в особой закладкой меню приведены подсказки которые помогут вам в поиске найденными реликвиями можно полюбоваться в убежище больше они никакой ценности и не несут на самом деле такс ну что ж куда мы с вами дальше а ну все вижу на самом деле янтарным зрением все-таки нужно иногда пользоваться полезная штука бывает по крайней мере чтобы найти место за которым можно зацепиться руками хорошо ползем дальше а вот теперь нам с вами нужно будет данной локации в общем-то достать все что для нас требуется в частности ломик и естественно что мы с вами большинство народу будем просто уничтожать подсюда а чё это кстати не погас в этот самый факел странно даже как-то должен был вроде ну ладно к любому месту к любой задачи существует несколько подходов можно всех вырезать можно пройти интересным путем каким-нибудь вот такими вот лазейками можно еще что-нибудь короче что довольно много всего интересного поэтому старайтесь искать если вы проходите эту игру старайтесь искать куда можно пойти как правило к одной и той же цели существует очень много подходов всяких отдать посмотрим на локацию вот такое местечко как видите достаточно обширно его действительно все можно обойти то есть мы с вами пойдем и побываем и здесь и вплоть до того что доберемся и вот до туда то есть будем практически везде так что локации здесь отнюдь не маленькие заблудиться в них на самом деле как нечего делать так ну опять же вырезать будем только тех кто нам с вами реально мешает против всех воевать нам с вами смысла особого нет жетона я собирать не буду потому что я даже вот первой локации не смог их вся найти вот в этой конкретной а где-то один жетон не нашел если я правильно помню так как бы нам тут с вами проползти то есть довольно здоровая локация как вы наблюдаете с огромным количеством входных путей вопрос лишь в том чтобы найти каждая и понять какой из них больше подходит именно для вас аккуратненько аккуратненько арбалетчики стража дальность зрения у врагов не очень большая поэтому в целом особо как-то издали они вас не будут обнаруживать но все-таки будьте аккуратны на самом деле мы сами не раз еще и попадемся периодически я буду использовать естественно лоад сейф великий почему бы и нет че я его гасил все равно светло так еле успели мы с вами смыться от тех ребят они уже пошли проверять что тут происходит на самом деле вот еще один момент в данной игре не всегда далеко можно понять где светло а где темно то есть есть области где вроде все довольно сильно освещено а вы на самом деле находитесь в тени и наоборот к сожалению есть такая фигня так тут так кстати также встречается вот обычная рабочая то есть как вот сейчас можно его грохнуть можно не трогать зависит все исключительно от вас и кстати не забывайте да что при падении вниз у вас будут слышать то есть небольшого такого расстояния вас могут услышать как мы сейчас с вами наблюдали и это тоже нормально так а че сюда слез я все к лому пытаюсь продраться но я пока еще не очень понял где он находится этот лом где-то под нами кстати говоря в подсказках у нас с вами есть вот такая здоровая карта также можно есть подсказка где украсть реликвию ну в целом не так уж и просто на самом деле потому что карта не динамическая то есть не нужно разбираться это наверное часть геймдизайна поэтому это хорошо но мне в общем не очень нравится сейчас разбираться поэтому я уж на то что найду то найду не более так наш с вами протеже говорит о том что увидел какую-то метку я ее еще не увидел давайте посмотрим чё за метка а вот метка видите вон меточка впереди прямо перед нами который указывает вправо значит нам туда хорошо поначалу стражники на факел особого внимания обращать не будут но это на самом деле ненадолго потому что потом появится сразу же которая умеет зажигать факелы и они уже не будут столь же лояльны как вы можете наблюдать люди ходят реально тут не очень не очень так как 5 них этого ждешь то есть они как-то очень странно себя ведут периодически и идут по очень ломаным траекториям что немного напрягает на самом деле отлично задачу мы с вами выполнили вот ломик для ключа от спальни он немного великоват наконец-то оскон говорил что его список огромных мест должен быть где-то здесь беру его и сваливаю совсем не хочется здесь торчать говорит наш протеже давайте будем звать его стикс так благодаря янтарю мы можем ненадолго становиться невидимым чтобы незаметно проходить перед самым носом врага если вас обнаружили янтарь поможет вам скрыться эта штука хорошая работает недолго расходует дофига янтаря половину то есть один флакон но очень полезно то есть в данной ситуации нас с вами этому обучают потому что выйти отсюда по-другому не получится никак да дело были плохи потому что я напоролся на а вот этого товарища но великая и ужасная невидимость номер два помогла нам с вами уйти хотя тревогу мы подняли так что значка тень за скажем так хорошее прохождение мы с вами уже не получше в принципе можно по поводу еще раз пройти почему нет было цифр благо игру х старая поэтому запускается но относительно поэтому запускается на ssd и грузится довольно быстро поэтому ла цифр можно делать довольно часто так давайте убедимся что там эта зараза ушла и потом уже полезем потому что перед носом у врагов не уйдем из когда пропадает ничего в этом хорошую общем то нет ползем 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 тихо 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 я говорю. Все, уползли. Нас никто не видел. Это хорошо. Ну, в смысле, видели, но это уже не важно. Главное, чтобы тревогу не подняли. Вроде бы как Ло Циева решают проблему с... Вроде бы как они решают проблему с значками, то есть с ачивками после завершения миссии. Поэтому этим можно пользоваться. Что касается реликвий. Реликвия в данном случае находится вот здесь, в этой штуке, внизу. Ну, то есть мне нужно каким-то образом попасть. Но, в принципе, можно, коль уж мы рядом. Но, чтобы туда попасть, надо грохнуть всех, кого мы тут с вами видим. Это, на самом деле, та еще проблема. Опять-таки, это проблема из-за того, что когда, опять же, вы грохните кого-нибудь, то во время падения, даже несмотря на то, что он лежит, казалось бы, когда вы его убиваете. Но, тем не менее, труп все равно падает вниз, поэтому он издаст звук. И этот звук, скорее всего, будет услышан. Так, кстати, у нас с вами кончились... Я не это имел ввиду. Хотя это тоже подойдет. У нас с вами кончились флаконы с янтарем. Это не очень хорошо. Зараза. Хотел попытаться к нему подойти, но нет. Спереди он нас с вами довольно хорошо видит. Убрать их всех, никого при этом не потревожив, это, конечно, задачка та еще. Причем, пока у нас с вами герой еще не развит, мы еще не умеем уничтожать из-за укрытий. Это надо будет первое, наверное, что выучить. Уничтожение из-за укрытий. Опять же, вот здесь его уничтожить тоже не получится, потому что, скорее всего, увидят труп. Вот тот товарищ, который спереди стоит. Просто туда ломануться. В целом, наверное, было бы можно, но... Та заметят же. Ммм. Молодец. Еще один момент, который чисто технически мне здесь не нравится. Когда он цепляется за что-то при прыжке вверх, он автоматически подтягивается. Не остается висеть, а автоматически подтягивается. Это жутко бесит, на самом деле, потому что дико мешает. Мне бы просто зацепиться и висеть, да, оставаясь незамеченным. А он вместо этого подтягивается сразу же, ну и... Ну, что такое? Ну, прекрасно. Вот он вместо этого сразу же подтягивается и, соответственно, попадается и на глаза. Да что ж ты будешь делать-то? Ёлки ж ты моталки, ну... То есть, как вы уже поняли, с технической точки зрения игра не очень хороша. Но, как говорят, во второй части это прям сильно все поправили, поэтому все там должно быть нормально. Можно сейчас еще невидимостью воспользоваться, но мне, честно говоря, в лом. Мы и воспользуемся, когда отсюда вылезать будем. Так, все, вот он пошел. Давай вниз. Наконец-то получилось. Хотя один нас с вами все-таки заметил, но это уже не важно. Вот реликвия. Дополнительная задача. И отсюда же можно слинять. Хорошо. Опять же, я просто знаю, где эта реликвия, поэтому я сейчас ее и достал. Во всех остальных случаях то, что найдем, то и возьмем. Отлично. Ну, в принципе, и нормально. Так, тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Надо будет этого товарища грохнуть. А как его грохнуть прикажете? Незаметно. Что-то сомневаюсь, что у нас получится. А также не знаю, кто там наверху. Вон там. Все-все-все. Он сразу за собой всех позвал. Мол, пойдемте проверять. Проверять, проверять. И главное, чтобы они не зажигали фонари. Они пока этого не делают. Это я знаю. Да что в тебе. Главное, по стене ты не залезешь. Залезать негде. Хорошо. Опять придется сейчас мимо них прокраситься. Мимо тех же самых ребят. Может, успеем в темноте? Да, успели. Это хорошо. Пока они там возвращались с патруля. Это, кстати, один из способов отвлечения. Почему нет? То есть, просто как патруль отвлекаете. Создаете какой-то шум. В том числе, кстати, с помощью клона. И все хорошо. Так, собрали мы с вами песочек. Песочек пригодится. Как уверен, нам с вами прямо. Погнали. Вот тут как раз ходит один товарищ, который может зажигать фонари. Факелы. Это же, кстати, способ его отвлечения, если что. Вот тот товарищ. Вон тот. Вот он как раз может зажигать факел. Но мы с вами постараемся обойтись вообще без тушения факелов. Мы тут и так проберемся. То есть, в целом, если я правильно помню, здесь большую часть мест можно спокойно пройти, не применяя вообще ни убийства, ни облазивая всю эту локацию. Прибыли, друзья. Ну вот так. К сожалению, не дали нам с вами навыка тень, но в целом его бы, наверное, в принципе не дали, потому что мы с вами по сюжету в первый раз, в первом же, в первой главе получили тревогу, да, когда сражались с врагами. В каждом задании, если я правильно помню, есть как раз вот эти четыре ачивки, всего четыре. То есть, тень, ни разу не поднята тревога, жалость, ни одного врага не убита, спринтер, пройденный за определенное время и вор, собраны все жетоны. За каждый значок вы получите дополнительные очки навыков, что неплохо. За выполнение заданий обычно дают больше всего навыков, в данном случае 65 и еще 25 за украденную реликвию. Пять врагов мы с вами грохнули, одного потревожили, ну и в принципе все нормально. Четыре жетона нашли за сорок одну минуту. Итак, убежище, в которое мы с вами как раз и пробрались. И сколько ты уже прячешься в атриуме? Это допрос, друзья, идет, нас спрашивают. Я давно перестал считать, говорит Стикс, задолго до того, как пришел сюда. От этого голова болит. Значит, ты родился не вместе с эльфами рядом с деревом мира. Разве не там они тебя сделали? Нет, я родился не в Янтарном озере. С другой стороны, можно сказать, что там я умер. Ну или вроде того. Это старая история. В то время... Получаем в лицо. Не заговаривай нам языки, пёс. Полагаю, что в помойной яме откуда-то родом эта камера сойдет за роскошные покои, так что позволь мне развеять это недоразумение. Ты не в посольство Акинаша, и я не приглашал тебя на чашку чая. Ты в тюрьме, и сейчас расскажешь мне, как ты собирался заполучить сердце дерева. А затем палач отведет тебя в лабораторию и распихает твои части тела по отдельным банкам. Как-то так все и делалось. Когда-то. В этом ты был прав. Умрешь ты именно здесь. Я так сказал? Ну, все очень просто. Первая часть моего плана заключалась в том, чтобы осмотреться в твоей башне. А каждый уголок твоей хибары знает только тот, кто ее построил. Архитектор. Твой друг. Кербер. Замечательный план. Как жаль, что Кербер загадочным образом исчез, когда закончил работу. Говорит наш допроситель палач. Правда? Он исчез? Не повезло, да? Но это не важно, ведь наш дорогой Кербер исчез только после того, как подписал планы башни, которые хранятся где-то в библиотеке Акинаша. Говорит Стикс. Так что все к услугам того, кто умеет искать. И поэтому я сказал себе. Эй, Ракаш, шевелись, найди библиотеку и откопай там секретные планы Атриума. Говорим мы сами себе. С возвращением, Стикс. Если что-то понадобится, я наверху. Говорит Оскан. Оскан, кстати, насколько я понял, это относительный друг или скорее деловой партнер Стикса, торговец, слепой старик. А вот и наше убежище. Тут, кстати, довольно много всяких приспособлений, то есть можно просто потренироваться, куда-то залезать, где-то прятаться, попробовать как можно взаимодействовать с объектами. То есть это такая тренировочная комната. Бэт-пещера, если кто-то смотрел Бэтмена и знает, что это такое, что это за киногерой. Вот, соответственно, что-то типа бэт-пещеры, но для нашего протеже Стикса. Вот вход в наше убежище. Здесь можно пополнить янтарь, здоровье, песочек. Неплохое убежище, Оскан. Здесь ровно столько жидкости, чтобы у меня не пересыхали губы. Тебе это может показаться странным, но не напомнишь ли ты мне, как мы познакомились? Ты прав, это действительно странно. Наверное, тебе здорово врезали по тыкве. Хорошо, что мы знакомы. И особенно повезло тебе. Ты хотел кое-что узнать, а я кое-что добыть. Ты хорошо воруешь, я хорошо торгую. Мы быстро пришли к взаимопониманию. Вот как тут все устроено в этой клоаке. Да, ммм, припоминаю. Кажется. Совсем плохие дела с памятью, конечно, нашего товарища. Слушай, мне нужно попасть в архивы Акинаша. Не знаешь, как это лучше всего сделать? Библиотека? Я могу провести тебя по канализации, но зачем таким, как ты библиотека? Знаю, знаю, это не мое дело. Мне нужна карта Атриума. Я не могу всегда полагаться на советы слепого старика. Планы, да? В таком случае по этому лабиринту тебя может провести мой человек, писец Эктор. А как мне найти... как его там? Метки. Я скажу Эктору наставит для тебя знаки. Тебе нужно просто идти по ним. Ясно. И, кстати, ты не знаешь, как выбраться из башни? Я собираюсь убраться подальше, как только закончу с делами. Говорит Сикс. Ты хочешь покинуть Атриум? Можно сесть на дирижабль, но для этого нужно знать, когда они вылетают. Следующий приказ об отправке может прийти только через несколько месяцев. А кто отдает приказы? Не знаю. Это ж бумаги, читать их противно. Я не люблю глаза ломать. Но я знаю, что все подписанные приказы хранятся в транспортной конторе. Можешь подделать один из них. Ммм, попробую. Спасибо за сведения. Ну, я пошел. Ой, погоди, если хочешь меня отблагодарить, то можешь принести мне кое-что из библиотеки. Продолжай. По слухам, там спрятан знаменитый трактат об алхимии. Книга настолько скандальная, что ее хранят под стеклянной крышкой. Отлично. Если я ее найду, то принесу тебе. До встречи. И еще. Ты же отчаянный, да? Если бы я попросил тебя кое-кого устранить, ты бы это сделал только без шума. Твои запросы растут. Надеюсь, награда будет соответствующей. Не волнуйся, я понимаю, что моей вечной признательности будет недостаточно. В общем, если ты вдруг встретишь в доках рабочего по имени Готберт, устроил ему несчастный случай. Мне не нравится, что он... Не хочу выслушивать всю историю твоей жизни. У нас деловые отношения, и этого довольно. Только плати. До встречи. Так, сначала пойдем в посольство, займемся этим дирижаблем, а потом в архивы за картами. Вот так, друзья. Вот такая у нас с вами... Такие у нас отношения с Осконом складываются. Ну, как я, в принципе, говорил, да? Мы вор, он торговец, и вроде как оба другу полезны. Темные делишки, все дела. В убежище. В убежище можно потратить набранные по ходу игры очки навыков, выбрать предметы, которые пригодятся в следующем задании, и осмотреть украденные реликвии. И, наконец, здесь же мы можем заново загрузить уже пройденные задания, чтобы набрать побольше очков навыков. Также здесь, кстати говоря, кроме всего прочего, еще будут метательные ножи. Хорошая штука. К сожалению, довольно мало с собой таскает. То есть, в принципе, полностью восстановиться после прихода в убежище у вас, скорее всего, не получится. То есть, все-таки какие-то там элементы, допустим, может не хватать янтаря или, например, здоровье, может быть, не целиком восстановлено, да? То есть, ну, как-то так. То есть, вы не автоматически восстанавливаетесь после каждого задания. Так, давайте посмотрим, что у нас с вами по навыкам. На самом деле, навыков большое количество. Давайте глянем. Скрытность. Каждый из них развивается последовательно. То есть, первый навык сначала нужно приобрести, потом второй, потом третий, потом четвертый. Итак, смотрим. Шестое чувство. Появляется звуковое предупреждение, если вас скоро заметит враг, находящийся за пределами видимости, или если в вас целится арбалетчик. 20 очков навыков. Следующие за ним – легкие шаги. В состоянии невидимости вы не производите шума при беге или ходьбе. Это относится именно к состоянию невидимости. Я сначала ошибочно подумал, что это относится к тому, когда мы в темноте находимся. Но тут речь идет именно о невидимости. А этот навык я использую крайне редко, поэтому в целом мне это не очень интересно. Быстрое восстановление. Когда вы снова обретаете видимость, половина янтаря, которую вы выпили, чтобы стать невидимым, возвращается. Как работает эта штука, я пока еще толком не знаю, потому что я ее не покупал. Если я правильно все понимаю, то, по сути, невидимость становится бесплатной. То есть, вы ее использовали, она восстановилась. Использовали, восстановилась. И янтарь на нее, по сути, не тратится. По идее, если так, то это прикольно. Но до нее, чтобы добраться, нужно потратить 60, 70, 130 очков навыков. У нас с вами сейчас 90, и мы до нее никак не доберемся. И последний навык – это мастер невидимости. Вы можете бесконечно долго сохранять невидимость, не принимая янтаря, если не двигаетесь. В принципе, классная штука, когда нужно переждать там какой-то, не знаю, обыск, например. Но это еще 90 очков навыков. То есть, в сумме 200, сколько там, 220 получается, да? Ловкость. Бесшумное приземление. Вы столь же ловкий, как и любой гоблин. Странно, да? При приземлении вы производите меньше шума. 20 очков навыков. Мастер отступлений. Вы более эффективно делаете кувырки и уклоны, защищаясь от ударов. Вам нужно меньше точности, чтобы успешно уклониться от атаки. Следующий. Опытный дуэлянт. Во время поединка вам нужно меньше точности, чтобы успешно провести контратаку. Соответственно, больше времени для парирования ударов. И элитный метатель. Расстояние, на которое можно метать ножи, увеличивается вдвое. В целом, отсюда меня на самом деле ничего не интересует. Следующее. Клонирование. Захват. Ваши клоны могут на несколько секунд схватить врага, а вы тем временем можете его убить или просто пойти дальше. Это интересная механика в том плане, что клоны можно создать всегда. То есть на одного клона всегда остается количество янтаря. А даже если его весь потратили, он восстановится до минимально необходимого для клона. Или для активации янтарного зрения. И для того, и для того янтарь у вас всегда будет. Вот это важный момент. И еще, насколько я понял из объяснений в игре, если обнаруживают клона и он там создает тревогу или что-то подобное, то это вроде бы как на игровую статистику не влияет. То есть вы все равно можете закончить уровень и получить значок, например, тени. Так что ни разу не поднята тревога. Если я правильно понял, я не пробовал это делать. Но вот допустим с этим навыком можно будет на врага накинуться и пока там клоном занимается, соответственно вы убиваете его или же убиваете врага. Не в прямом бою, а именно как обычно. Как будто вы сзади подошли. Ну или просто пройти мимо. В принципе интересный навык. Следующая засада. Мы можем посадить клона в шкаф или в ящик и приказать ему схватить и убить первого врага, который к нему приблизится. В целом тоже, наверное, интересная механика, хотя я, честно говоря, не очень много видел пока еще в игре. За первые два уровня я не очень много видел мест, где враги ходили бы мимо ящиков. Поэтому мне, наверное, будет проще самому их уничтожать. Поэтому в целом сомнительный навык. Дальше. Улучшенная дымовая шашка. Ширина облака дыма, который возникает после взрыва клона, увеличивается вдвое. Клонов можно взрывать, надо тратиться обалдеть сколько янтаря. Но можно. И, по сути, это дымовая шашка получается. Смысл особого не вижу. Пока еще. Ну и, я думаю, приобретать, в общем-то, не буду. И следующее. Невидимый клон. Вы можете сделать невидимым клона, которым управляете. Янтарь на это не тратится, но с каждым клоном это можно сделать только один раз. В целом неплохой навык, учитывая, что клонов можно пересоздавать бесконечно, но не вижу, честно говоря, смысла во всех предыдущих. Кроме, пожалуй, что, может быть, первого навыка. Потому что сейчас у нас с вами, по сути, в клонах только одна, ну две, по сути, пользы. Первая – это они могут пролезть туда, куда мы не можем. Это потребуется периодически по сюжету, периодически потребуется просто, чтобы какие-то тайники найти и пролезть в них. А второй вариант – это создать шум. То есть пошуметь, привлечь к себе внимание, но сцапать врага мы не сможем, к сожалению. Ну ладно, пока обойдемся. Янтарное зрение. Опытный коллекционер. Пользуясь янтарным зрением, вы станете легче обнаруживать коллекционные предметы. Это первое. Следующее. Улучшенное янтарное зрение. Время действия янтарного зрения увеличивается вдвое. Штука хорошая. А то оно пока очень мало, на самом деле, работает. Следующее. Проницательность. Вы более четко понимаете, в какую сторону смотрит враг. Это полезно в том случае, если вы видите только его силуэт. Возможно, да, но на самом деле, когда я приобретал уже эту штуку, я могу сказать, что она абсолютно бесполезная, как по мне. Потому что я предполагал, что это будет такой, знаете, ну как обычно рисуется, сектор. То есть конус зрения врага, допустим, да, или именно сектором, куда он смотрит. На самом деле нет, это просто перед носом у врагов, пока у вас включено янтарное зрение, вырастает такая морковка. Они все становятся буратинами и, по сути, таким образом указывают вам, куда они смотрят. По факту фиг поймешь, потому что сектор все равно остается непонятным. То есть где границы его зрения, не ясно. Поэтому этот навык абсолютно бесполезный. Ну и последний навык. Зона действия янтарного зрения увеличивается на 50%. Навык называется осведомленность. Следующий навык, точнее, группа навыков снаряжения. Опытный целитель. У вас появляется дополнительный флакон с жизнью. То есть вместо двух их станет три. В целом может иногда пригодиться. Следующий запас кислоты. В убежище вас всегда ждут три флакона с кислотой. Вы можете забирать их между заданиями. Кислота у нас появится позже по сюжету. В целом можно купить и сейчас. Она позволяет не прятать трупы, а поливать их кислотой и трупы исчезают. Вот так это работает. В целом, наверное, полезная штука. Хотя, если я, допустим, прохожу обычно по методике вырезать всю локацию или, наоборот, не трогать никого, то, в общем-то, не очень-то и надо. Следующее. Главный дворецкий. У вас появляется дополнительный метательный нож. Я не знаю, причем если главный дворецкий, но, тем не менее, три ножа вместо двух это было бы полезно. Жаль, что стоит дорого. И мастер янтаря. Вы можете носить с собой дополнительный флакон с янтарем. То есть их будет, естественно, не два, а три. Так. Ну и самая интересная секция – это убийство. Да? Как они называются правильно? Ну да, так и называются. Итак. Первый навык – убийство из укрытия. Вы можете убивать врагов, находясь в укрытии, если враг находится рядом. Немедленно приобретаем, потому что стука классная. Очень полезно. Следующее. Убийство с воздуха. Можно убить врага, находящегося под вами. В целом тоже, на самом деле, полезно, но сейчас у нас на него просто не хватит. Следующий навык – убийство с уступа. Логично. Вы можете убить врага, пока висите, цепляясь за выступ. И враг находится прямо перед вами с этим условием. В принципе, тоже неплохо. Временами может пригодиться, но у нас на него, естественно, тоже нет пока очков. И последний – убийственный импульс. Вы можете убить врага традиционным способом, даже если цель находится дальше, чем нужно. Вот эту формировку я не очень понимаю. Я хочу приобрести и посмотреть, что это такое. И если я правильно понял, то это банальное увеличение дистанции до врага, чтобы сработала, ну, появилась кнопочка «убить его», чтобы нужно было не подходить не практически вплотную, а дальше. Например, в два раза дальше, чем обычно, по аналогии с другими навыками. Если так, то, в принципе, это неплохо. То есть, в целом, всю эту ветку я бы приобрел. Это неплохо. Вот. И последнее, друзья. У нас с вами тут есть такая штуковина, как хищник. Но здесь ни один навык не активен. Зайти сюда нельзя. То ли это будет открыто позже по сюжету, то ли это появится только когда мы прокачаем какую-то конкретную ветку до конца. Может быть, в этом дело. Ну, разберемся. Пока я не буду тратить больше очков навыков, потому что на ветку убийств мне, в целом, очень бы хотелось все это потратить. Ну и максимум, в принципе, что можно было, наверное, взять, может быть, ловкость еще, но бесшумное приземление, да, чтобы звука было меньше. Ну и захват клонов. В целом, кстати, было бы, наверное, удобно, да, клонов можно взять, это будет 30 очков навыков. Давайте возьмем, ладно. Возьмем наклонно 30 очков навыков и бесшумное приземление из ловкости, чтобы он потише падал. Как раз нам с вами просто хватило, и этого в целом достаточно. Вот и все, друзья. Тут мы сами можем пройти задание заново, и можем, кстати, запереть Оскана внутри. Это прикольно. А так вот раз и закрыли, да, и вот зашибись. Вот он там все торчит, а больше никогда тут не выйдет. Шутка, на самом деле, конечно, выйдет. Здесь можем сразу забрать песочек, что тоже полезно. Ну и в целом все. Можно начинать следующее задание. Ну, естественно, мы с вами начнем уже в следующей серии. Так что благодарю, друзья, всех за просмотр. Надеюсь, вам понравилась игруха, которую мы с вами выбрали для следующего прохождения. Надеюсь, вам также понравится, как мы с вами будем ее проходить. Стараюсь для вас. Так что, друзья, подписывайтесь на канал, если еще этого не сделали. Обязательно пишите ваши вопросы и комментарии. Ставьте ваш мотивирующий лайк. И увидимся в следующих сериях, друзья. До встречи на канале Deadline.ru. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...